Добрый день! В эфире Якутия. Мы расскажем о главных событиях к этому часу в студии Павел Танин и в этом выпуске. Два пожара за сутки. Минувшей ночью в Тампонском районе сгорел дом, а утром в микрорайоне Марха Якутска гараж. 24% от планов в северные и арктические районы республики доставили более 150 тысяч тонн грузов. День печати. Лучшим журналистам республики вручили государственные награды. Минувшей ночью в селе Тополино от Тампонского района произошел пожар. Разгорел многоквартирный жилой дом. Его заселили только в прошлом году. По данным администрации села, в результате инцидента без крыши над головой остались порядка 40 человек. Пострадавших нет. Сейчас выясняют причины возгорания. Местные власти сегодня планируют решить вопрос о предоставлении погорельцам временного жилья. Пока же погорельцы разместились у родственников и знакомых. Спасти дом не удалось. Дом полностью сгорел. Без крови осталось фактически 40 человек, потому как там и студенты есть, которые в данное время находятся. И якутские и так далее. Много народа. В общем, масштаб очень большой. Дом новый, этого 2017 года постройки, был сдан в октябре 2017 года. В данное время пока вариантов версии, из-за чего произошло возгорание, пока нет. Еще одно возгорание произошло в столице республики. Сегодня утром в микрорайоне Марха загорелся гараж. Огонь охватил всю площадь помещения. В результате происшествия также никто не пострадал. Причина пожара и сумма ущерба уточняются. Другим темам. В 18 районах Якутии температура воздуха опустилась ниже минус 45 градусов. В некоторых населенных пунктах объявили актированные дни. В поселке Батагай занятия отменили для учащихся с 1 по 9 классы. Температура воздуха там сегодня составила минус 55 градусов. В Оленьке при минус 50 сегодня не учатся все классы. Для учащихся с 1 по 8 класса актированные дни при минус 48 градусах объявили в Нюрбе и Вилюйске. В Хангаласском районе сегодня не учатся с 1 по 6 классы. У нас утром 12 января наружная температура воздуха показала минус 48 в среднем по УЛУСу. Поэтому у нас в соответствии с приказом управления образованием от 3 ноября отменены занятия для учащихся с 1 по 8 класс. Не обучаются, отменены занятия для 3109 детей. Больше 150 тысяч тонн грузов уже доставили в северные и арктические районы Якутии. Это 24% от запланированного на текущий сезон объема. Показатель в два раза превышает количество грузов, завезенных в аналогичный период прошлого года. Тогда из-за погодных условий возникли проблемы с обустройством зимних дорог. О ситуации в этом году расскажет Дмитрий Тымыров. Работа без остановок и выходных. Все автозимники республики работают бесперебойно, чтобы обеспечить самое главное – своевременную доставку грузов. Надо отметить, что в период новогодних и праздничных дней у нас все поставщики топливно-энергетических ресурсов уже начали отгрузку. То есть 2-го, 3-го, 4-го и по сей день у нас перевозки не прекращались фактически. Два раза меньше грузов было завезено в прошлом году за такой же период. Причина – аномальная теплая зима. В этом году температура в целом в норме. Но Колымо-Индигирская группа улусов находится под воздействием циклона. Ситуация не критическая. Тем не менее, дорожные службы стараются обеспечить открытие всех автозимников согласно срокам. Опоздание от графика открытия происходит в основном из-за тонкого льда и от теплой погоды. За последние два года вот такая тенденция уже имеет место быть. В большинстве районов запасов топлива хватит до 1-го марта. Поэтому перевозки идут по плану. В ближайшее время в ряде районов обещают увеличить тоннаж. Если так брать по республике, то плановые сроки у нас открытия и происходят. До Юнхая мы уже открылись. До Батагая от Тополинова тоже есть автозимник. До Депутатского есть автозимник. С Белой горы до Хану у нас открыт. Правда, с ограничениями тоже будем увеличивать грузоподъемность. В целом пробивка и трассировка автозимников, а также доставка грузов идет в установленные сроки. В северных и арктических районах дорожники работают в усиленном режиме, чтобы успеть к сроку. Дмитрий Томыров, Георгий Григорьев, НВК СХ, Якутск. Мы продолжаем. Журналистам республиканских и районных СМИ вручили государственные награды. Церемония прошла накануне Дня печати в Якутске. Сегодня в республике работают почти 250 средств массовой информации, 30 предприятий полиграфической отрасли и книгоиздания. Множество газет и интернет-порталов отражает события, происходящие в республике, России и в мире. Награды, как оценку вкладов в социально-экономическое развитие региона, вручили лучшим журналистам и коллективам изданий. Среди них СМИ республиканского уровня, НВК Саха, ГТРК Саха, издательство Бичиик, а также районные печатные издания. Самое главное, конечно, это озвучивание социальных проблем в нашей газете идет. Озвучивание вопросов и федерального значения, конечно, для людей интересно почитать местные газеты, что происходит с учетом того, что происходит в республике, то есть как это происходит в нашем районе. Они с удовольствием читают газеты, в основном, конечно, стараются читать в бумажном варианте люди пожилого возраста, люди среднего возраста, они привыкли к печатному слову. Молодежь старается читать в интернете уже все. Тем временем, первый выпуск газеты Хангалатского района вышел в свет 7 ноября 1940 года. И с изданием, пережившей целую эпоху, связаны многие судьбы жителей района. Подробности далее. Районка. Как много в этом слове. Газета, отражающая жизнь района и его проблемы, успехи, достижения, всегда была востребована и ожидаема в каждом доме. Районка Хангалатского улуса, ранее носившая название «Ленские маяки», выходила на двух языках. 4 тысячи, 4,5 где-то был русский язык, а 2,5, около 3 тысячи якутская газета была. Печатали газету каждый день, на якутском отдельно, на русском отдельно. Три раза в неделю выходили, была газета. И в субботу тоже приходили, печатали газету, в общем, 6 дней в неделю работали. Это было, нужно было все переоборудовать с высокой печати на овсетную. Это, можно сказать, как в сказке. Высокая печать. Мы таскали очень тяжелые, свинцовые наборы. Особенно газета была очень тяжелая. Тяжелые станки, ручной набор газеты – все это осталось в прошлом. Федор Строев работает в типографии уже около 40 лет. Вначале устроился водителем, затем стал наладчиком. В принципе, любая работа в типографии ему по плечу. Я работал и в полиграфии одновременно, и водителем. Заменял тут всех, на всяких разных работах. Много профессий тут освоил. Ну и в последнем самом моменте работал и печатник. Вначале бумагорезчиком, потом гортоплавщиком работал, бумагорезчиком работал. Ну, все, сколько профессий есть в полиграфии, 7 работал почти. Сейчас век высоких технологий говорят о том, что газета в бумажном варианте становится неактуальной. Все-таки трудно представить район беспечатного СМИ. И люди, отдавшие лучшие годы любимой работе, продолжают трудиться над выпуском районной газеты. Ксарглана Елина, Александр Ерков, НВК Саха, Хангалаский Улус. Заслуженный художник России, заслуженный деятель искусств республики Эдуард Васильев отмечает сегодня свой юбилей. В 75 лет живописец продолжает творить и радовать поклонников своего творчества новыми работами. В мастерскую к нему заглянула Анисия Миронова. Добро пожаловать в мою мастерскую. Эта мастерская – целый мир. Мир образов, вышедших из-под кисти Эдуарда Васильева. Он – постоянный участник республиканских, российских и международных выставок 1974 года. Внушительный список наград – это заслуженное признание художника. Без живописи себя не представляет, ведь с ней связана вся его жизнь. Как себя помню, я рисовал. А с 15 лет я уже профессионально, под профессиональным руководством занимался живописью. Так что всю жизнь я занимаюсь живописью. Получил хорошую школу профессиональную. Учился в Якутском художественном училище 5 лет. Потом в институте имени Репина. Это бывшая императорская академия художеств в Ленинграде. Своё вдохновение Эдуард Васильев черпает отовсюду. Художник предпочитает изображать близких или знакомых ему людей ради понимания характера натурщика. В жанре портрета чувствуется его стремление передать многогранность образа человека. Особая внутренняя жизнь в его пейзажных работах. От живописного летнего до неяркого северного колорита природы. То, что характерно для Эдуарда Иосифовича – это прекрасное чувство тона. В его пейзажах нет такой яркой броскости. И тем не менее они очень как-то все световоздушные. Построены на мягких градациях переходов. В основном он работает, у него пейзажи в основном летние или такие переходные моменты природы к осени, к весне. В творчестве он часто обращается к теме исторической памяти. Одна из последних его работ посвящена ассеху для Йохальсена. Праздник был специально устроен для исследователя и революционера в начале мая 1902 года. Объем этой картины впечатляет. Это большая картина, очень много фигур там будет. Хочу вот в этом году завершить. Его произведения представлены в Национальном художественном музее Якутии и также хранятся в других музеях городов России. Мне кажется, что он, во-первых, человек очень внутренне богатый, человек энциклопедических знаний. Потом он любит поэзию, как это ни странно, для него самый любимый поэт – это Маяковский. Но, в принципе, можно и согласиться, потому что его работы они в чем-то напоминают, может быть, такую тихую какую-то, Маяковскую трибуну. Эдуард Васильев счастлив в творчестве. Признается, что никогда не творит на заказ только для себя и ради любимого дела. Я считаю, что мне повезло, что я всю жизнь занимаюсь любимым делом. Более полувека у Мольберта. Годы летят, но не проходят бесследно. Мастерской Васильева – вся его жизнь. В лицах, в образах и пейзажах. Аниси Миронова, Григорий Охлопков, НВК Саха, Якутск. А вот о чем мы расскажем сегодня в вечернем выпуске новостей в 20.44. 20 полетов в 50-градусные морозы совершат новые вертолеты в Якутии. Две воздушные машины доставили накануне в столицу республики. Наступление холодов пилоты и вертолеты будут ожидать на районном аэродроме. Больше 11 тонн золота и увеличение производства валдан золота перевыполнили план по объему добычи в 2017 году. А в декабре прошлого года на предприятии провели ребрендинг. Акулы Пираема, Стерослова в России отмечают День печати. Как свой профессиональный праздник справит журналистское сообщество Якутии. Ну а к этому часу у нас все. Хорошего вам дня и до встречи на нашем канале.